СПОРТ-ФМ 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 Вот. Сказать тяжело. Вот. Посмотрим, но в любом случае Андерлех фаворит и у него больше шансов пройти дальше. Больше того, я уверен, что и букмекеры так считают. Да, это правда. Об этом мы тоже поговорим. Многие наблюдали за игрой Ростова в дебюте нынешнего сезона нашей премьер-лиги в матче против Оренбурга именно в контексте предстоящей поездки в Брюссель на игру с Андерлехтом. В этом контексте что-то позитивное удалось наблюдать в исполнении Ростова именно как команда, которая будет вынуждена играть первым номером и пытаться забить первой. Ну, естественно, любая игра сейчас, особенно когда игровой практики не так много, и игра перед Андерлехтом, она была все равно как репетиция. Но дело в том, что Оренбург это же не Андерлехт. Поэтому полностью в контексте сказать, что за счет этой игры они сумели подготовиться к Андерлехту, говорить, конечно, нельзя. Больше того, Бердыев... Ну, я не знаю, насколько Бердыев представляет. Во всяком случае, мы пока не представляем, как будет выглядеть Андерлехт у себя на поле. Естественно, он будет выглядеть сильнее, чем в Ростове. Вот. Поэтому здесь параллели эти проводить, я думаю, неуместно. Хотя у Ростова, кстати, потери будут там. Не будут играть. Пару игроков об этом уже говорил. Да, не сыграет Думбия и не совсем готов играть все 90 минут Ерохин. Но его, собственно, и не было на поле в первом матче. Да. Вот. Но, тем не менее, вот. Это потери, это скамейка. А Ерохин в последнее время и в стартовом составе в чемпионате России в конце года появлялся. Вот. Но на вас так высказался, что мы готовы к игре, готовы преподнести сюрприз. У нас свои секреты. И мы знаем, как обыграть Андерлехт. Дай бог. Сейчас посмотрим. СпортФМ. Мы делаем спорт ближе. А сейчас 100% футбола. Если ты точно знаешь, кто сильнее, Зенит или Оренбург. Если ты можешь предположить, по какой тактике играет Пердыев, то сумасшедший денежный приз и ждет именно тебя. Только на сайте sportfm.ru конкурс прогнозистов матчей премьер-лиги продолжается. Успей заработать очки, чтобы заработать деньги. Первый тур уже позади. Главный приз 30 тысяч рублей. Конкурс прогнозистов на сайте sportfm.ru специально для вас. Ну, а мы продолжаем 100% футбола на SportFM. Меня зовут Сергей Курманов. Мы продолжаем обсуждать тематику предстоящего сегодня ответного матча третьего раунда. Квалификации Лиги Чемпионов Андерлехт и Ростов. Напомню, еще раз в 21 час 45 минут для вас эту игру на SportFM проведут Роман Вагин и Александр Боярский. То, что будет огонь в этой студии, можете не сомневаться. И даже если этого огня не будет непосредственно на поле стадиона Констант в Анденсток. И у нас имеется голосование в группе ВКонтакте. И вопрос простейший совершенно, сможет ли Ростов пройти в следующую стадию квалификации Лиги Чемпионов. Да или нет? Два варианта ответа. Ну и наши слушатели, к счастью, верят в то, что Ростову по силам обыграть Андерлехт. А именно такая задача ставится, учитывая итог первого матча. Напомню, он завершился в Ростове-на-Дону со счетом 2-2. И если Ростову удастся эту задачу решить, то в дальнейшем придется биться с одной из пяти команд, которые населяют уже одну из посеянных корзин при жеребьевке Лиги Чемпионов, которая 5 августа состоится. Так вот, Ростову придется сквестнуться, если, разумеется, сегодня будет ждать успех команду Курбана Бердыева, либо с Манчестер-Сити, либо с Боруссией из Мюнхен-Гладбаха, либо с Порту, либо с Вильериалом, либо с Ромой. Если, конечно, удастся обыграть Андерлехт, попытайтесь представить себе, с кем из этих пяти команд наиболее приятно было бы Ростову сыграть в последнем раунде отбора к Лиге Чемпионов. Ну и давайте с вами пообщаемся, ваше мнение выслушаем. Телефон прямого эфира 495-651-0932. Нам уже начинают писать касаемо других игр, сегодняшних в том числе. Сегодня, например, как нам пишет один из слушателей через WhatsApp, матч Копенгаген-Астра. Первый завершился в нищу 1-1. Есть ли шансы у румын? Должны они дальше проходить, думает Владимир. Я полагаю, что дома у себя Копенгаген куда более будет острым, мощным, чем соперник, особенно на том стадионе, где проводит эта команда свои домашние матчи. Астре будет сложно, в особенности в контексте не самого большого опыта участия в Еврокубках. Команда все-таки не считается топовой даже в румынском чемпионате. И вообще попадание в Еврокубки хотя бы на стадии квалификации для этого клуба уже очень и очень хорошее достижение. У нас имеется звонок. Приветствуем вас, Олег. Здравствуйте, Сергей, Олег Белокрасный. Здравствуйте. Ну, в первых, хотелось бы сказать три замечания. Ну, не по радио, а вообще. А сейчас по поводу андерлекта Ростова. Я думаю, что у Ростова шансов 50-50. Это первое. Если же команда пройдет в следующий раунд, то мне кажется, что вот румын и Манчестер-Сити, конечно же, для Ростова непроходимы. Думаю, что вряд ли пройдут. А вот если сыграть в Порту, или Реал, или в Кингвамбурской Боруссии, мне кажется, вполне по силам. Хотя, ну, можно ожидать всего чего угодно. И у меня два коротеньких вопроса, если позволите. Правда ли то, что Гомеро перешел в Атлетику Мадрид? И второй вопрос. А будет ли вас участвовать олимпийский футбольный турнир? Ну, как бы, в 100% футбол вообще будет ли начальные эфиры во время Олимпиады? Спасибо и хорошего вам эфира. Спасибо большое, Олег. Рад вас было в очередной раз услышать. Что касается Гомеро, да, он игрок к Атлетику Мадрид. Что касается второго вопроса, тут необходимо информацию обновить. Но в любом случае, все олимпийские виды спорта будут в максимальном объеме освещаться на спорт.фм, в том числе и футбольный. Особенно учитывая то, какие люди поехали на Олимпиаду. Это и Неймар, это и братья Бендеры в сборной Германии. В общем, будет на кого посмотреть, будет о ком поговорить, будет что обсудить. Тем более, что наверняка, как и на большинстве других олимпийских футбольных турниров, наверняка будут различного рода, знаете ли, сенсации. Поскольку есть команды, которые на предыдущих Олимпиадах побеждали, не будучи изначально фаворитами. В особенности это касается, разумеется, сборных африканских, которые на коротком отрезке, именно дистанционном по турниру, способны за счет своей физики очень многих смять. В особенности, учитывая тот факт, что сборные, которые поехали на Олимпийские игры, ну, скажем так, выглядят далеко не в самом оптимальном внешнем таком выражении. Просто потому, что собрали всех тех, кого можно было собрать с учетом подготовки команд к стартующему европейскому клубному сезону. В Найф мы приветствуем столичных автолюбителей. Ситуация на дорогах Москвы оценивается в 3 балла. Есть проблемы. На проспекте Мира от Староалексеевской улицы до улицы Докукина проезд 40 минут. На Савихинское шоссе от Южной улицы до реки Чечора проезд полчаса. В Локоламское шоссе от Ленинградского шоссе до улицы Панфилова проезд 29 минут. Горьковское шоссе от поворота на Ельню до Выездной улицы проезд 27 минут. Благодарим портал Яндекс.Пробки за информацию. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола на Спорт.ФМ. Меня зовут Сергей Курманов. Мы обсуждаем сегодняшний матч Ростова против Андерлехта в Брюсселе. Напомним еще раз. Первая баталия в Ростове-на-Дону завершилась в ничью 2-2. И по информации бельгийской прессы очень активно наставник Андерлехта Рене Вайлер отрабатывает стандартные положения. Надеясь на то, что его команде удастся моменты реализовать именно после угловых и штрафных. В первую очередь, разумеется, дело имеется про угловые, поскольку именно после этого стандарта гол был и оформлен первый в матче первым. Но при этом, я думаю, ждать большого количества забитых мячей не стоит, просто потому что повторить 2-2 после того, что было в Ростове-на-Дону, будет довольно сложно. Поэтому букмекерская компания Винлайн на наступление события тотал, общий тотал забитых мячей меньше 2,5 дает коэффициент 1,80. Я думаю, более чем неплохая информация в данном случае поступает от букмекерской компании Винлайн. Но решать, разумеется, вам. У нас есть еще один дозвонившийся. Приветствуем вас, Дмитрий. Порт-ФМ Всегда честное и экспрессивное мнение. И самое главное, поздравляю вас с дебютом «Монополиста». То есть вы сегодня один эфир ведете. Круто, на самом деле. Алло. Да, слушаю вас. Продолжайте вашу. Вопросик такой. Что слышно по черлуке, если знаете, окончательно, там не окончательно. И я думаю, что Ростов сегодня вымучает какой-нибудь 1-0, а идеальным соперником будет Порту. Потому что ловить на контратаке португальцев – это прям милое дело. Спасибо вам. Согласен с вами. Спасибо большое. Что касается ведра на черлуке, то, я так понимаю, сейчас на данной стадии переговоров пытаются команды сойтись в цене. И «Спартак» предлагает одну сумму, «Локомотив» требует другую, причем превышающую предложение нынешнего «Спартака» едва ли не в два раза. Поэтому продолжаются переговоры. Над чем они завершатся, мы узнаем. Возможно, в ближайшем будущем, возможно, нет, поскольку трансферное окно будет открыто еще порядка месяца. Поэтому информация будет поступать различная в ближайшее время. Реклама 7101-01-01. Количество квартир ограничено. Генеральный агент инвестиционная компания «Орион». Иногда принять правильное решение действительно сложно. Особенно, когда речь идет о деньгах. Но когда видишь лучшее, выбор очевиден. Выберите «Вклад года» в лучшем банке России и получите стабильный доход 12% годовых в рублях. ПАО «Московский кредитный банк». Лауреат премии «Лучший банк в России» по версии британских журналов «The Banker» и «Евромания». Вклад «Все включено». Вклад «Года» по версии информационного портала «Банкеру». Подробнее на мкб.ру. Когда Лев Николаевич Толстой ночами писал при свечах, крестьяне говорили «Николаевич жжет». А Петрович жжет, когда предлагает унитаз «Компакт» с косым выпуском всего за 1999 рублей. Строительный торговый дом Петрович объявляет акцию «Петрович жжет». Подробности на «Петрович.ру». Цены действительны до 2 октября. Количество товара ограничено. ООО «СТД Петрович», СПБ, улица Салова, 46, Литер В. ОГАРН 106-784-754-56-55. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495. Спортивные легенды на «Спорт.ФМ». Про знаменитого промоутера бокса Дона Кинга можно сказать множество разных слов. И почтительных, и неуважительных. Когда-то его считали просто болтуном со стогом сена на голове. А он однажды взял и опрокинул весь бокс с ног на голову. Именно он организовал в Киншасе бой между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом. Как Кинг познакомился с диктатором Заира Мабутуса Сесеко, никто не знает. Как он сумел выпросить у вождя 10 миллионов призового фонда, вообще непонятно. Но когда Форман и Али подписывали контракты, у Дона еще не было ни цента. Кинг сумел заразить обоих идеей некого большого черного дела, за которое они должны были сразиться. Ну а Мабуту он убедил, что это шанс рассказать миру о его молодой стране. Бой получил название «Грохот в джунглях». И трансляцию смотрел весь мир. Битву двух исполинов выиграл Мухаммед Али. А Дон Кинг выиграл целую жизнь. Если тысячи людей каждые выходные рвут себе глотки, лишь бы ты лучше делал свою работу, и для полного счастья им надо, чтобы ты два раза в году обыграл «Спартак», то ты просто выходишь и обыгрываешь этот «Спартак». Или умираешь в попытке сделать это. Третьего не дано. Футболист Дениар Белеледдинов. За три года до перехода в «Спартак». Международная федерация спортивной журналистики допустила их до игр. Корреспонденты «Спорт-ФМ» Александра Лыскова и Эмма Гаджиева едут в Рио. Бразилия узнает, что такое настоящий карнавал, а слушатели «Спорт-ФМ» узнают обо всем самом важном на Олимпийских играх первыми. Слушай Олимпийские игры только на «Спорт-ФМ». «Спорт-ФМ» – информационный партнер дома болельщиков в Рио. «Спорт-ФМ» – 100% футбола. «Спорт-ФМ» – 100% футбола на «Спорт-ФМ». Меня зовут Сергей Курманов. Мы продолжаем общение касаемо главных футбольных событий, применительных к нашей стране. Но и сегодня главным событием является ответный матч в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов. Андерлект принимает Ростов на стадионе Констант-Ванден-Сток. Этот матч стартует в 21 час 45 минут по московскому времени. На «Спорт-ФМ» для вас его проведут огненно всячески. Роман Вагин и Александр Боярский. Но у нас продолжается голосование в группе ВКонтакте «Спорт-ФМ». И вопрос следующий, сможет ли Ростов пройти в следующую стадию Лиги Чемпионов. Да или нет? Ну и разумеется, большинство наших слушателей считает, что Ростову по силам победить Андерлект в гостях и пробиться в следующую стадию квалификации. 60,7% проголосовали за то, что Ростов сумеет таки пробиться дальше. Иными словами, 315 человек верят в успех. Что касается Андерлекта и вообще Бельгии, в эти дни местная пресса не очень широко освещает предстоящий матч. Именно в контексте прибытия Ростова, понятное дело, будь на месте коллектива Курбана Бикича, Бердыева, другая команда, возможно, и освещение было бы куда более обширным. В большей степени сейчас обсуждаются именно дела, связанные с Андерлектом, как с командой, которая готовится к перестроению. Новый наставник Рене Вайлер из Швейцарии, который продолжает лопатить всяческий состав, учитывая то, что есть новички, готовятся еще одни футболисты к тому, чтобы пополнить состав команды из Брюсселя. В частности, говорят о том, что на карандаше уже находится Лукаш Теодорчик из киевского «Динамо», Диего Капель, атакующий хавбек, и говорят о том, что переговоры ведутся с «Зенитом» по поводу приобретения Николаса Ломберца. Кроме всего прочего, два футболиста, которые были основными в Андерлекте в прошлом сезоне, они, суе по всему, не входят в планы Вайлера, поскольку Стефано Окакачука, итальянец, имеет до сих пор лишний вес, и с командой только лишь тренируется. В заявке его не было, как на матче против Ростова в третьем раунде в первой части квалификации. Так не было и в матче первого тура чемпионата Бельгии, который прошел в эти выходные. Андерлехт бился в гостях с командой «Мускрон», которая билась за выживание в прошлом сезоне. Ну и пришлось, к сожалению, команде Рене Вайлера отыгрываться в первом тайме. Пропустили брюссельцы после хорошего дальнего удара. Но за счет скорости, физики, то, над чем особенно работает Вайлер со своим новым клубом, удалось дожать «Мускрон» во втором тайме. Буквально с разницей в две минуты мячи забили Ачиампонг и Силла. Если вы наблюдали за первой игрой Ростова и Андерлехта, то вы должны этих парней помнить один. Один, я говорю про Идреса, Силла, в основе вышел и пытался напрягать линию защиты ростовского клуба. А второй вышел со скамейки запасных во втором тайме и пытался за счет своей скорости и мобильности заставить кружиться головы буквально у Сезара Наваса, Новосельцева и Баштуша. Так что этих парней тоже придется опасаться. Опасаться нужно будет стандартов. И все это в контексте той информации, что Ростову все-таки будет необходимо стараться забивать. И забивать первым, и забивать, наверное, в единственном числе вообще в этом матче. Насколько это реалистично? Хороший вопрос, учитывая, что в матче первого тура Ростгострак чемпионата России Ростов встречался с Оренбургом, владел инициативой. Порядка 70% владения мячом было зафиксировано после этой игры. Ну и, к сожалению, лишь один момент в концовке, когда удалось-таки протаранить ворота соперника Новосельцеву, стал голевым. Хотя моменты возникали у ворот Оренбурга, хотя с другой стороны моменты возникали и у ворот Сослана Джанаева. Естественно, минус большой, что не сможет все 90 минут отыграть Ерохин, которого ждали в том числе и перед первой встречей. Но по словам Курбана Микичи Бердыева на пресс-конференции, которая была вчера, Ерохин не готов провести все 90 минут. Плюс еще и не сыграет Муса Думбия, еще один футболист, который также в ротации у Ростова использовался в прошлом сезоне. Так что, скорее всего, расчет будет строиться на тех же людей, которые выходили с первых минут на Олимп-2. Ну и, разумеется, под спорьем должна стать поддержка от болельщиков, в отличие, кстати, от фанатов Андерлекта, которые прибыли в считанном количестве в Ростов-на-Дону на прошлой неделе. У Ростова фанатская армия, которая будет поддерживать команду на Констант-Ванденсток, она пошире. То есть порядка нескольких десятков человек будут присутствовать на этом стадионе и будут пытаться докричаться до своих любимцев. Разумеется, будут расчеты на Бухарова, и на Азмуна, и на Эзоталахи, открытие первого матча. Но мы будем надеяться на то, что все-таки один мяч удастся провести Ростову и в его классическом выражении отсидеться в защите и не позволить скоростным флангам и стандартам себя потрепать. Еще раз напомню, в 21.45 по московскому времени эта игра на Спорт.ФМ в исполнении Романа Вагина и Александра Боярского, разумеется, никуда не переключайтесь. Ухудшается дорожная ситуация в столице. Оценивается она в 4 балла уже. Крупнейшие пробки на Горьковском шоссе от моста через реку Шаловка до Выездной улицы проезд 44 минуты. Шоссе энтузиастов от Объездного шоссе до Леновского шоссе проезд 43 минуты. Волоколамское шоссе от Ленинградского шоссе до улицы Панфилова проезд 33 минуты. Проспект Мира от Старо Алексеевской улицы до улицы Докукина. 33 минуты время проезда. Благодарим портал Янхспортки за предоставленную информацию. Спорт.ФМ. 100% футбола. 100% футбола на Спорт.ФМ. Меня зовут Сергей Курманов. Сегодня я волею обстоятельств работаю на этой программе сам. Один дебютирую, так сказать, в роли единственного ведущего. Ну и мы сегодня обсуждаем предстоящую вторую битву в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов Андерлехт Ростов. И у нас на связи легенда футбола Ростова-на-Дону Михаил Осинов, экс-капитан этого клуба. Михаил, здравствуйте. Добрый день. К счастью, у нас имеется голосование, в котором наши слушатели считают, что Ростову по силам пройти Андерлехт. Пускай и счет не самый удачный после первого матча. Верите ли вы в свою команду в конце концов? Ну, безусловно, конечно, верю в Ростов и думаю, что, в принципе, они там должны добиться положительного результата. Тем более, после игры, которая дома была, показала, что все шансы у Ростова есть. Безусловно, плохо, чтобы опустили два мяча. Но зато сейчас Ростов надо будет все равно забивать один мяч, которого будет достаточно, чтобы пройти четвертый коллекционный раунд. По прошлому сезону было заметно, что у Ростова есть проблемы, когда необходимо именно вскрывать чужую оборону. Когда задача перед командой стоит именно забивать, а не пытаться поймать соперника на какой-то ошибке. Учитывая, что соперников уровня Андерлехта было не очень много именно в данном контексте в нашем первенстве, насколько реально вообще стараться забить первыми и отсидеться в обороне? Или другая будет ставиться задача перед командой? Ну, какая задача будет, наверное, Курбан Бикейс перед игрой всем расскажет, что требуется от них. Я думаю, что Ростов должен справиться с этой задачей, тем более, ну, это же репутация клуба, и надо как-то нам российский футбол тоже своих чуть-чуть поднимать выше, потому что в течение последнего чемпионата Европы мы как-то чуть немного, мне кажется, упали в глазах наших болельщиков и всего футбола. Поэтому я думаю, что Ростов все-таки добьется положительного результата. Михаил, а игра против Оренбурга в первом туре Росгострак чемпионата России, она добавила оптимизма перед ответной баталией против Андерлехта? Ну, конечно, в первый тур когда был, я думаю, что под сознанием все равно, наверное, и игроки думали об ответной встрече с Андерлехтом. Но результат есть результат, 1-0, и я думаю, что этого достаточно. Можно было и 5-0 сыграть, но треть очка дается и за 5-0, и за 1-0, поэтому достаточно, я думаю, просто за счет класса сыграл Ростов и добился положительного результата. Михаил, а сколько не будет команде не хватать, доставать в данном случае Мусы Думбия? И разговор также шел про Ерохина, который не сумеет провести полностью все 90 минут. Ну, да, хорошие игроки, безусловно, и по прошлому сезону они доказали, что очень-очень интересные игроки. Но я думаю, что, в принципе, есть, кто сможет их заменить, и думаю, все-таки, что имея такого тренера, как Курбана Бекевича, думаю, что все-таки дисциплина на первом месте всегда там присутствовала. Забьют, моменты будут свои, самое главное, чтобы сзади сыграли до ноль, а моменты, как правило, всегда будут, и думаю, что реализуют нападение достаточно интересного Ростова. То есть расчет будет строиться на надежность тылов и на возможность поймать Андерлех на контратаке, либо на стандарте, правильно я понимаю? Безусловно, безусловно, думаю, это сыграет одну из самых ключевых ролей такую в этой игре будет. Спасибо большое, мы говорим легенде ростовского футбола, бывшему капитану этого клуба Михаилу Осинову. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Мы, разумеется, ждем от вас различного рода мнений касаемо того, каким же образом пройдет ответный матч Андерлехта и Ростова, который сегодня в 23 час 45 минут на Москве стартует в Брюсселе. Напомню еще раз, Роман Вагин и Александр Боярский для вас его проведут в стенах нашей радиостанции. Ну и продолжаем мы наблюдать за голосованием в группе ВКонтакте. Спорт-ФМ. Касаемо того, удастся ли пройти Ростово в следующую стадию, по-прежнему 60,7% наших слушателей считают, что Ростову по силам добиться этой задачи. Возможно, для вас другие матчи имеют определенный интерес, которые сегодня также пройдут. Пишите нам на Вайбер, на Ватсап, на СМС-портал 5533 в начале сообщения слова «спорт». Также мы довольно скоро еще с вами пообщаемся. Ну а сейчас я рад всячески приветствовать снова в студии мою коллегу Марию Терскую, которая с чем-то еще более интересным к нам пришла. Замечательную точку в нем поставил не кто-нибудь, а мэр-боксер Виталий Кличко. И все подробности, опять же, у Сергея Ясенева, кому интересно. Ну, я думаю, весьма интересная новость. А учитывая, что от Кличко всем должно быть интересно. Спасибо большое. Мы говорим Марии Терской и ждем, разумеется, в том числе и новостей. Помимо футбола, Лига Чемпионского проходит также, продолжается в данном случае, Международный Кубок Чемпионов. Я думаю, все из вас должны прекрасно про этот турнир знать. Проходит он в трех геолокациях. В Австралии, в Китае и в Америке Северной. Ну и сегодня в 9 часов по Москве. Может быть, кому-то неинтересны истории, связанные с футболом нашим, с участием Ростова. Возможно, кому-то интересно будет посмотреть игру Барселоны и Лестера. Двух топовых команд европейских чемпионов. В данном случае, которые будут очно сражаться друг с другом на Фрэнс-арене. Это будет происходить, правда. Ну и Барселона уже один матч в этом турнире сумела выиграть. Это было несколько дней тому назад, получается. Это было 30 июля. Против Селтика очень здорово подопечные Энрике сыграли. Лестер в этом турнире движется пока не так хорошо. Победа первая была одержана над Селтиком в серии пенальти со счетом 6-5. После ничьи 1-1 в основное время. Ну и затем последовало поражение, очень неприятное, от Парис Энджермен, который с новым наставником, со смешанным, скажем так, составом в эту игру вступил. И этого хватило для того, чтобы разгромить Лестер Сити со счетом 4-0. Более того, вся эта история, связанная с приглашением Барташа Капустки, косвенно, возможно, намекает на то, что Риада Мореза в новом сезоне в составе ЛИС мы не увидим. Об этом в том числе мы поговорим сейчас с экспертом, комментатором и ведущим Матч ТВ Константином Геничем. Константин, приветствуем. Да, вечер добрый. Сегодня игра Барселоны и Лестер Сити. Игра между двумя командами, представляющими сильнейшие чемпионаты европейские, между двумя чемпионами в том числе. Чего ожидаете от этого матча? Насколько Лестеру удастся составить конкуренцию Барсе? Ну, если сейчас... Константин. Что? Константину. С Константином мы еще пообщаемся в ближайшие секунды. Да, да, слушаем вас. Константин, слушаем. Тяжелая ситуация. Сказывается, видимо, погода на качестве услуг сотовой связи. Но я полагаю, что все-таки мы поговорим об этом матче с Константином Геничем. Благо, не часто такие вывески можно увидеть вдали от разгара клубного европейского сезона, когда играют друг с другом такие команды, как Барса и Лестер. Понятно, что сейчас основная задача подготовиться к стартующему сезону. Так вот, у нас на связи все-таки имеется Константин Генич. Константин, все-таки о матче Барселона и Лестер давайте поговорим. Да, давайте, извините, что связь прервалась. Я говорю, что матч Барселона и Лестер раньше можно было представить в футбольном симуляторе. А теперь мы в реальности действительно можем насладиться этой замечательной афишей. Лестер действительно подписал очень интересного футболиста Капуску. Но я слышал заход на то, что, скорее всего, ряд Морес из команды уйдет. Я не думаю, что это как-то может быть связано именно с приобретением нового футболиста. Морес может уйти просто потому, что предложит очень хорошие условия и ему, и клубу, от которых невозможно будет отказаться. Но пока Морес остается игроком Лестера, я думаю, что и матч против Барселоны для него очень хороший шанс и хорошая платформа, чтобы себя проявить. Я видел и матч Лестера уже в этом Международном Кубке Чемпионов, и единственный матч Барселоны. Могу сказать, что Лестер пока, конечно, еще не та команда, что подарила нам сказку в прошлом сезоне. Пока команда еще не разбежалась. Видно, что футболисты под нагрузками. По крайней мере, от Париса Джермена они пропустили четыре. И в целом, все, надо признать, было по делу. И Барселона играла таким смешанным составом с Телтиком. Сейчас вернулись в строю и уже начали подготовку лидера команды. Там и Бускет, и Ракитича, и Иньеста. За исключением Неймара и Рафини, которые находятся на Олимпиаде. Я думаю, что будет очень хорошая игра. И в первую очередь она должна быть очень хорошей для Лестера. Потому что, конечно, сыграть с Барселоны, пусть и в рамках Международного Кубка Чемпионов, это, безусловно, событие для этой команды. Поступать 0-4 даже в товарищеском матче при подготовке к новому сезону, это, конечно, неприятно. Но я так полагаю, что это не трагедия для Лестера. Если они проиграют сегодня Барсе, это также не станет чем-то катастрофическим для команды. Правда? Ну, ничего страшного абсолютно. Это контрольные игры. Выходят футболисты в смешанных составах. Тренеры какие-то пробуют новые взаимодействия новых футболистов, молодежь. Поэтому здесь на результат, пожалуй, особо обращать внимание не стоит. Тот же Реал проиграл 1-3. Борис Энджермен мог пропустить гораздо больше. Там Челси в первом тайме пропустил от того же Реала три мяча. Поэтому пока результат, он в второстепении, конечно, идет полноценная такая серьезная подготовка к новому сезону. И здесь просто интересно на фоне серьезной команды, сильной команды, к тому же Лестеру, проверить себя, насколько он готов, например, уже к официальным матчам будет Лиги чемпионов. Потому что Барселона в каком бы составе ни вышла, Месси и Суара сейчас втрою. Они играли в матче против Стелтика. Против них сыграть будет очень интересно Лестеру. Спасибо большое. У нас на связи был комментатор и ведущий матч ТВ Константин Генич. О дорожной ситуации в Москве поговорим. Она оценивается в 4 балла. Крупнейшие пробки шоссе энтузиастов от МКАД до Леновского. Шоссе проезд час и 21 минута. Горьковское шоссе от моста через реку Шаловка до выездной улицы. 48 минут проезд. Проспект Мира от Старо-Алексеевской улицы до улицы Докукина. 35 минут. Благодарим портал Янекс Пробки за информацию. Спорт-ФМ 100% футбола. 100% футбола на Спорт-ФМ. Меня зовут Сергей Курманов. Нас над нами подшучивают на тему того, что мы обсуждаем фамилию Капустки. Вы знаете, футболист крайне интересный. Я думаю, если вы наблюдали за сборной Польши на чемпионате Европы по футболу, я думаю, вы сами в этом смогли убедиться. 19 лет парню. Крайне креативен. Способен сыграть как в центре полузащиты, так и на краю. Ну, имеется и дриблинг неплохой, и видение поля неплохое. Я думаю, что Лестеру он пригодится и в краткой перспективе, и в дальнейшей. Что касается Ростова и Андерлекта, у нас продолжается голосование в группе ВКонтакте. К счастью, лидирует вариант, что Ростов сумеет пробиться в следующей стадии квалификации Лиги чемпионов. Ну и давайте с вами в том числе пообщаемся. Телефон прямого эфира 495-651-0932. Пишите нам на смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Спорт». Ваше мнение касаемо сегодняшней баталии Ростова. Второй баталии уже в Лиге чемпионов нынешнего сезона. Повторимся еще раз. Первая завершилась со счетом 2-2. Ну и что касается остальных вещей, что вы напишите через WhatsApp в том числе. Вот нам пишут, что верят, конечно, люди в Ростов. Но если он проиграет Андерлекту, попадет ли Ростов в Лигу Европы? Вы знаете, да. Еще с прошлого сезона есть такое правило, что если на данном этапе квалификации в главный европейский клубный турнир команда уступает, то она переходит автоматически в следующий раунд, последний раунд квалификации к Лиге Европы. Но там тоже просто не будет. Хотя, опять-таки, имея в виду те команды, которые дожидаются либо Ростов, либо Андерлект в следующем раунде отбора на Лигу чемпионов, то, разумеется, в Лиге Европы будут попроще. Все эти команды там явно не Борусия Гландбасская, там не Рома, не Порту, не Вильвериал и не Манчестер-Сити. Ну и, разумеется, так же мы сегодня будем все надеяться на то, что Ростов сумеет добиться приемлемого результата. В 21.45, напомню еще раз, эта встреча будет проведена на Спорт.ФМ. Роман Вагин и Александр Боярский будут сжечь в этом, не сомневайтесь. И они, разумеется, мы будем надеяться на это, проведут этот эфир и проведут вместе с собой Ростов в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Немольшой анонс, в следующем часу мы будем обсуждать события завтрашние, события, связанные со Спартаком, с Краснодаром. Напомним, что эти две команды примут участие в ответных матчах своего раунда квалификации к Лиге Европы. Айек соперник Спартака из Ларнаки, из Кипра. Ну а соперник Краснодара прекрасный футбольный клуб Смальтибер Киркара. Да, прекрасное просто название для комментатора в плане именно работы на конкретном матче с участием этого коллектива. Я думаю, что проблем ни у Спартака, ни у Краснодара не возникнет, учитывая силу соперника в кавычках, учитывая, что Краснодар все-таки и Спартак уже провели по одному матчу в внутреннем первенстве, что невозможно сказать про коллективы, которые являются их соперниками. Но, так или иначе, ни в коем случае не стоит расслабляться. Команды очень и очень неприятные. Как вы помните, практически каждый Еврокубковый сезон, который стартует в августе месяце, всегда приносит какие-то сенсации со знаком минус для российских клубов. Я думаю, что болельщики ЦСКА, Спартака, Зенита, других наших команд не забыли. Ни Мельде, ни Кошице, ни Сангален и другие совершенно прекрасные названия, которые преследовали их на протяжении каждого из летних периодов, когда нужно было отбираться в сильнейшие турниры. Что Лигу Чемпионов, что Лигу Европы. Ну и, разумеется, мы надеемся на то, что сумеем поговорить с очевидцами событий касаемо Лиги Европы, Спартака и Краснодара, которые нам сумеют подробно рассказать, что сейчас происходит за чуть более чем сутки до старта этих важнейших матчей. Что касается нашего голосования в группе ВКонтакте, то поддерживают Ростов и верят в него. 61,3% наших слушателей, ну и, разумеется, 38,7% считают, что Ростову не по силам будет пройти Андерлехт, особенно в тех условиях, в которых команда Курбана Бекича-Бердыева оказалась после первого матча, учитывая счет 2-2 и необходимость обязательно забивать. Ну и, разумеется, мы с вами также будем продолжать общение в течение второго часа, я думаю, что и по Спартаку, и по Краснодару найдутся желающие высказаться. Ну и, разумеется, не забывайте о том, что у нас телефон прямого эфира 495-651-0932, смс-портал 5533 в начале сообщения, слово спорт, вайбер, ватсап также работают. Пишите, делитесь вашими мнениями, пытайтесь свои аргументированные доводы высказывать нам в пользу своей позиции Касаема Ростова, Андерлехта, Спартака, Краснодара и их соперников. СПОРТ-ФМ СПОРТ-ФМ Сто процентов футбола СПОРТ-ФМ Сто процентов футбола на Спорт-ФМ Главное футбольное шоу на российских радиопросторах С вами сегодня Сергей Курманов, волею случая получивший возможность один поработать на этом эфире. Мы уже поговорили касаемо Ростова и Андерлехта, но вы продолжайте голосовать в нашей группе ВКонтакте насчет сегодняшнего матча Лиги Чемпионского. Сумеет ли Ростов пройти в следующей стадии квалификации Лиги Чемпионов? Вариант ответов «да» либо «нет». И пока большинство верит в то, что команда Курбана Бердыева сумеет пробиться вперед. Ну а что касается событий завтрашних, то завтра игра Спартака Московского и Айка из Ларнаки. Это квалификация Лиги Европы. Сегодня предматчевые тренировки, пресс-конференции и много всего интересного происходит в Москве. Ну и насчет этого мы всего поговорим сейчас с нашим корреспондентом Виталием Павловым. Виталик, приветствуем. Да, привет, Сергей. И добрый вечер всем нашим радиослушателям. Сейчас как раз вот только-только началась предматчевая тренировка спартаковцев в Старасовке. Все-таки не в Москве все это проходит, а в таком ближайшем Подмосковье. Здесь более того, специально тренировочное поле полили перед тренировкой. Как объяснили, предвкушают, что завтра будет дождливая погода в Москве. И поэтому решили, чтобы футболисты подготовились к этим условиям. Если что, вдруг, чтобы они были готовы играть уже на таком скользком во многом газоне. Видно, что все в максимально позитивном настроении. Более того, как-то ожидалось, что, может быть, Максиму Каррера еще не очень адаптировался. В «Спартаке» новый тренер, но кажется, что он уже влился в коллектив и с футболистами общался перед тренировкой. И, естественно, с другими тренерами сейчас проводит какое-то обсуждение ярое. Футболисты, кажется, что после теоретического занятия, которое было перед пресс-конференцией, которая здесь состоялась, кажется, что они обрадовались тому, что вышли на поле, честно говоря. После теории вот эти практические занятия, наверное, для многих приятнее. В их числе, кстати говоря, и бразилец Фернандо, про которого все уже уши прожужжали, что нужно скидывать ему лишние килограммы. И сегодня в очередной раз Дмитрия Анатольевича Оленичева по этому поводу спросили журналисты. Не стал даже Дмитрий Оленичев ничего на это отвечать. Сказал, что время нужно, но сколько времени потребуется, пока сказать сложно, будет подпускать бразильца Дмитрия Оленичева к основе постепенно. Виталий, как я правильно понимаю, что пресс-конференция и общение с прессой вот-вот буквально недавно закончилось, да? Да-да-да, только буквально закончилось. Такой регламент УЕФА. В общем, в начале пресс-конференция, затем тренировка. 15 минут тренировки предматчевой открытые. В отличие от того, как обычно спартаковцы проводят, допустим, встречи открытые с журналистами перед матчами чемпионата России, когда наоборот проходит в начале тренировка и затем уже общение. Ну, ты понял, к чему я. Рассказывай, что было интересного на пресс-конференции содержательного, информативного. Содержательного, информативного. Дмитрий Оленичев сказал, что у него есть уже состав в голове, но называть, естественно, он его не стал. Вот, и судя по всему, по крайней мере, намек такой от него поступил, что, видимо, спартак вновь сыграет в три центральных защитника. Добро пожаловать сердца тоски, получается, в основу, да? Да, эта схема будет, видимо, отрабатываться уже на постоянной основе. По крайней мере, вот такой намек Дмитрий Оленичев дал. Но также на пресс-конференции присутствовал вице-капитан, теперь уже вице-капитан Спартака, бывший капитан Артем Ребров. В общем, ему напомнили события, которые были в матче Спартак-Сангален три года назад. Артем сказал, что вот все любят вспоминать только плохое, а нужно думать о хорошем. Но, правда, тут же сказал, что с АЕКом не будет просто, будет тяжело. И, в общем, действительно, как он заявляет, все настроены исключительно на игру в атаку и без вариантов о том, чтобы думать о каких-то оборонительных действиях. И это с тремя центральными защитниками, да, получается? Да. Наверняка сегодня это будет в очередной раз отрабатываться на тренировке. Вот сейчас пока короткие рывки ребята совершают с передачами. Но я думаю, что, конечно, двусторонки сегодня ожидать вряд ли стоит перед самим матчем. Но какие-то вот очередные тактические действия на поле они наверняка проведут, в том числе связанные схемой. Виталик, если быстренько буквально в двух словах итоги подвести, спартаковцы заряжены, они не расслаблены, они надеются и готовятся к довольно сложной игре, правильно я понимаю? Они заряжены, но при этом в максимально позитивном настроении находятся. То есть они не прям вот в себе, да, как некоторые наши футболисты, некоторые наши команды зажимаются перед какими-то встречами. Это видно даже на предматчевых тренировках. Здесь такого нет, они абсолютно расслаблены, да, они сейчас на базе, занимаются и, как нам сказали, даже вот после тренировки. Спасибо большое, мы говорим нашему корреспонденту Виталию Павлову, который сейчас в Тарасовке наблюдает за тренировкой «Спартака». Внайв привет всем, кто за рулем в Москве сейчас находится. Дорожная ситуация в столице оценивается в 4 балла. Проблемы имеются шоссе энтузиастов от МКАД до Леоновского шоссе, проезд час и 25 минут. Горьковское шоссе от моста через реку Шаловка до выездной улицы, проезд 41 минута. Проспект Мира от Староалексеевской улицы до улицы Докукина, проезд 35 минут. Благодарим портал Яндекс.Пробки за информацию. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола на Спорт-ФМ. С вами я, Сергей Курманов. Мы продолжаем обсуждение предстоящих матчей еврокубковых для российских команд. Сегодня Андерлехт Ростов. Завтра Спартак Аек из Ларнаки и Краснодар Беркеркаран. Ну и в пятницу, соответственно, будет жеребьевка и последнего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. И последнего квалификационного раунда Лиги Европы. Это будет в пятницу, пятого числа, в первой половине дня. Обязательно, безусловно. Ну, а что касается Спартака, разумеется, разговоров довольно большое количество выходит после каждой крупной победы москвичей. Учитывая то, чем завершился первый матч нынешнего сезона в российской футбольной премьер-лиге, разговоров было много. Невзирая на то, что, я думаю, многие из вас понимают о том, насколько Спартак сейчас готов вот так вот укладывать на лопатки каждого соперника. Все-таки нужно иметь представление о том, что команда Дмитрия Оленичева билась с вновь прибывшим коллективом в ряды элитного дивизиона нашего футбола, во-первых. Ну и не стоит забывать о том, что первый тайм прошел не так уж спокойно и уверенно для Спартака, особенно в контексте оборонительных действий. Арсенал много проигрывает в последнее время, откасается матчей контрольных в том числе, пропускает тоже довольно прилично, но при этом у команды всегда есть возможность отличиться. Другое дело, что не хватает индивидуального и командного класса, дабы моменты свои реализовать. Не хватило этого и в матче против московского Спартака, который прошел выходные в первом туре, напомню еще раз, 4-0. Спартак победу одержал и, наверное, тем самым сумел обеспечить себя максимально приятным настроением перед ответным поединком с Айаком у себя дома. Другое дело, что первая встреча завершилась против команды из Кипра со счетом 1-1 и, разумеется, по игре осталось большое количество вопросов. Более того, даже доводилось в интернете комментарии находить о том, что еще буквально месяц с небольшим тому назад Дмитрий Оленичев говорил о том, что этот Спартак приближается к тому, который я бы хотел видеть. И буквально сразу после игры с Айаком выездной была фраза о том, что все-таки это пока не тот Спартак, который в идеале представляю я в своей голове, так говорил наставник красно-белых. Так что времени еще предостаточно для усиления состава. Разговоры про ведра на Чёрлок уходят довольно уже долго и сегодня мы также по этому поводу говорили. Вопрос, я так понимаю, стоит именно в том, насколько Локомотив и Спартак способны максимально быстро договориться по цене. Пока этой договоренности нет. Спартак предлагает одну сумму, Локомотив требует совершенно другую, причем существенно превышающую само предложение. Ну и практически на каждой пресс-конференции, думаю, что и сегодняшняя не была исключением, вопросы задаются касаемо работы над дальнейшими приобретениями, поскольку еще перед подготовкой межсезонной были разговоры о том, что Спартак стремится приобрести трех футболистов в каждую из линий по вертикали. То есть в центр обороны, в центр полузащиты и в центр нападения. Я думаю, что наибольшее количество вопросов и наибольшее количество требований связано именно с нападающим, поскольку Зелуиш пока все-таки находится на стадии притирки к команде, хотя и находится в коллективе довольно большое количество времени. Более того, есть свидетельства о том, что у него все-таки существует языковой барьер до сих пор и ему довольно сложно контактировать и взаимодействовать в этом смысле с партнерами по команде. Так что будем ждать дальнейших новостей с различных СМИ, с различных медиа касаемо трансферной ситуации. Я не уверен в том, что Черлука, который является защитником Локомотива, единственная кандидатура на усиление Спартака, особенно в контексте игры в три защитника, которая будет проповедоваться красно-белыми в этом сезоне часто, судя по последним событиям. Так что, вероятно, новички появятся, но все это опять-таки разговоры, которые будут вестись на протяжении ближайшего месяца. Напомню, что в самом конце августа закрыто будет то самое трансферное окно и команды обретут полноценный и окончательный вид вплоть до старта, до заявки уже зимней, которая будет проходить на стыке 16-го и 17-го году. Так что, будем ждать завтрашних событий. Еще поговорим о матче Спартака и Айека в ближайшие минут 10-15. Ты точно знаешь, кто сильнее, Зенит или Оренбург. Если ты можешь предположить, по какой тактике играет Бердеев, то сумасшедший денежный приз ждет именно тебя. Только на сайте sportfm.ru конкурс прогнозистов матчей РППЛ продолжается. Успей заработать очки, чтобы заработать деньги. Первый тур уже позади. Главный приз – 30 тысяч рублей. Конкурс проходит на сайте sportfm.ru 100% футбола на SportFM. Меня зовут Сергей Курманов. Продолжая тематику, которую описывала Мария Терская, о следующем хотелось бы сказать. Дело в том, что завтра в эфире программы 100% футбола будет очень интересный гость. Это председатель КДК РФС Артур Генрихович Григорьянц. Ни в коем случае не пропустите этот интересный разговор. Как всегда, с 5 до 7 100% футбола будет в эфире, в том числе и завтра. Ну, а мы продолжаем общение касаемо уже завтрашних событий. Квалификация Лиги Европы. Третий раунд. Спартак-Айек. Будет также матч всячески освещаться и на SportFM. Напомню, что после первой игры счет 1-1. Не самый удачный матч провели красно-белые. Хотя сумели отличиться в первом тайме. Хотя могли удвоить преимущество также еще до перерыва. Но жара и данный этап подготовки к сезону свое, к сожалению, дело в данном случае сделали. Поэтому будем надеяться, что в более комфортных условиях, в условиях российских климатических, учитывая то, что готовится красно-белые к матчу в дождь, а дождь является погодой из Спартака, если вы помните, то в целом, я думаю, что вы должны прекрасно понимать, будет полегче. Продолжайте присылать ваше мнение касаемо участия наших команд в Еврокубках. СМС-портал 5533 в начале сообщения. Слово «Спорт». У нас телефон прямого эфира 495-651-0932. Пообщаемся с вами обязательно. Возможно, что-то любопытное и новое вы нам сообщите. Что касается Спартака, то события игры с Арсеналом я, в принципе, уже примерно описал. Учитывая те вещи, которые нам сообщил Виталий Павлов, видимо, стоит предсказывать, что, как и в игре против Арсенала, на поле в матче против Айека выйдут в защите в центре обороны Тоски Бакетти и Кутепов. Фланги обороны также довольно очевидно смотрятся Камбаров и Ещенко. А вот дальше возможны, вероятно, некоторые варианты. Понятное дело, что Джано Анонидзе будет находиться в основе. И я полагаю, что кроме него также будет и Квинси Промес, и Зе Луиш. В общем, полагаю, что большого количества сюрпризов ни в линии обороны, ни в линии атаки от Спартака ждать не стоит. Что касается Айека, то, как я уже говорил, ситуация такова, что команда пока еще не стартовала в новом сезоне чемпионата Кипра. Все матчи, которые провели в стартовавшем футбольном году, скажем так, киприоты, они были в рамках именно квалификации к Лиге Европы. Ну и, собственно, сегодня также состоялась и пресс-конференция, и тренировка проходит сейчас. Но об этом тоже разговор будет отдельный. В рамках ТОП-спорт, который стартует в 7 часов вечера, Алексей Золин, разумеется, вас со всеми этими любопытными вещами познакомит. Шансы Спартака оценивать достаточно сложно, просто потому что неизвестно, на какой стадии подготовки команда сейчас находится. А определять силу нынешнего Спартака по встречам с Аэком при невероятной просто душераздирающей жаре и по игре с вновь прибывшей командой в элитный дивизион очень-очень непросто. Понятное дело, что наверняка будет расчет на первые минуты, наверняка постараются спартаковцы своего соперника смять и подавить его в течение, ну, допустим, первых 5-15 минут. Но также нужно быть максимально аккуратными даже при наличии еще одного футболиста в защите. Если вы помните игру против Аэка на Кипре, Спартак начинал с двумя центральными защитниками и с Ещенко и Камбаровым по краям обороны справа и слева соответственно. И как раз наибольшее количество претензий по тому матчу было в отношении именно крайних бэков, которые периодически упускали своих оппонентов, позволяли им проходить вдоль бровок, делать прострелы, навесы, один из которых как раз во втором тайме и стал голевым в исполнении нападающего Аэка, который, если многие из вас должны помнить, отыграл целых полгода в составе команды «Луч энергии» из Владивостока. Правда, было это далеких невероятно 8 лет тому назад. Так что его также нужно будет максимально опасаться. Еще раз напомню, смс-портал 5533 в начале сообщения слова «спорт». Меня спрашивают, кто же будет играть в «Спартаке», если Бакетти уходит. Вы знаете информацию о том, что Бакетти ведет некие переговоры с Бешикташем, уже успели опровергнуть, и итальянский защитник в Москве точно останется. По крайней мере, на ближайшие недели точно. Еще раз о ситуации на дорогах столицы поговорим. Она оценивается в 4 балла. Пробки имеются. Шоссе энтузиастов от МКАД до Леоновского шоссе. Проезд 1 час и 33 минуты. Проспект Мира от Крестовского путепровода до улицы Докукина. Проезд 52 минуты. Носовикинское шоссе от Южной улицы до проспекта Жуковского. Проезд 44 минуты. Спасибо большое порталу Яндекс.Пробки за предоставленную информацию. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола на Спорт.ФМ. Еще раз поздороваюсь. Меня зовут Сергей Курманов. А сейчас мы будем общаться по игре «Спартак Айек», которая завтра пройдет в рамках третьего коэффициентного раунда Лиги Европы с Дмитрием Радченко, мастером спорта СССР, двукратным чемпионом России. Дмитрий будет у нас скоро на связи. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, ну а «Спартак Айек», матч, который завтра состоится, я думаю, что «Спартак» должен считаться фаворитом, хотя не все так просто будет для красно-белых. Вы знаете, конечно же, «Спартак» сильнее «Айка». Но беспокоит одно. Знаете, в последнее время мы видим, что у «Спартака» проблема именно стабильности игры. Мы не знаем, как сыграет «Спартак» эту игру. Так же, как он сыграл с тульским «Арсеналом» или иначе. А вам игра против «Арсенала» понравилась? Да, да, игра понравилась. Но претензии к «Спартаку» можно предъявить все равно, даже при этом, да? Ну, вы знаете, да, были обратно ошибки в защите, потому что «Арсенал» должен был забивать. Конечно же, эти недочеты нужно ликвидировать, а не ничего. Учитывая силу соперника говорить о недостатке мотивации, вообще приходится перед этим матчем? Или все-таки воспоминания про «Сангалин» еще живы? Да вы знаете, не думаю, что ребята выйдут без мотивации, потому что, конечно же, у них поставлены самые высокие задачи. И «Спартак» всегда ставил самые высокие задачи на сезон, и этого, наверное, никто не отменял. И поэтому, думаю, что выйдут все на 100%. Дмитрий Кратенко, за счет чего «Спартак» способен завтра обыграть «Аэк»? Ну, вы знаете, я думаю, за счет, более, наверное, за счет индивидуальной игры, потому что мы видим, что у «Спартака» есть футболисты, которые могут решить момент этой промес, и мы видим «Жану» сейчас... Спасибо большое, спасибо большое. Мы говорим Дмитрию Радченко, который с нами поделился мнением о матче «Спартака» «Аэк». Реклама Николай, генеральный директор из Екатеринбурга, продал в «Карпрайс» свою «Тойота Камри» 2015 года за 1 миллион 152 тысячи рублей. Продайте и вы свой автомобиль сегодня по отличной цене. carprice.ru Как трейд-ин, только выгоднее. Каждый активный москвич знает, чем наполнить свое лето. Конечно, радостью, солнцем и вдохновением. В общем, летние планы не ждут. Потребительский кредит в Московском кредитном банке поможет осуществить задуманное на выгодных условиях. 2 миллиона на 3 года по ставке 15% годовых для новых клиентов. ПАО «Московский кредитный банк». Твой город, твой ритм, твои условия. Акция проходит до 31 декабря 2016 года включительно. Не является офертой. Между новым BMW и BMW с пробегом есть BMW Premium Selection. Проверенные автомобили BMW с прозрачной историей, постгарантийным обслуживанием и комфортными условиями на приобретение. Узнайте об автомобилях в наличии у официального дилера BMW «Независимость». 8495-787-8008. BMW. С удовольствием за рулем. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Чемпионат России по футболу. Какой самый большой стадион в России? Конечно, лужники. А какой в России самый большой футбольный матч? Разумеется, легендарное московское дерби. «Спартак» против ЦСКА. Логично, что именно на этот матч из года в год ходит целая армия болельщиков. И до тех пор, пока лужники не закрыли на реконструкцию, именно в их стенах собиралась самая большая аудитория чемпионата нашей страны. Интересно, что из десятки самых кассовых встреч российского первенства лишь одна прошла под вывеской «Спартак-локомотив». Во всех остальных играх на поле сражались красно-белые с красно-синими. В 2013-м, когда номинальными хозяевами лужников выступали армейцы, посмотреть на суперматч собрались почти 70 тысяч человек. И все они оставались в напряжении до последних секунд, когда точный 11-метровый в исполнении Алана Дзагоева принесся с коничью со счетом 2-2. Спортивные трофеи. Легендарная велогонка «Париж-Рубе» длится всего один день. Но за победу в ней профи получают столько же очков, как за пять этапов любого из гранд-туров. И не мудрено. Условия, в которых проходит этот заезд, считаются самыми тяжелыми в мире, за что гонка получила прозвище «Воскресенье в аду». Пятую часть всей 250-километровой дистанции гонщики едут по дорогам, вымощенным грубым булыжником. Ну а победителю достается один из этих камней, очищенный и укрепленный на красивом постаменте. Если меня что-то и двигает вперед, то только моя слабость, которую я ненавижу и превращаю в мою силу. Двукратный олимпийский чемпион. Олимпийские игры 2016. Сибирская кухня и российский футбол. Обо всем этом и не только. В специальном проекте «Спорт-ФМ». Эксклюзивное интервью с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Антонио Жузе Валимом Герейро. Слушайте завтра в 16.00. Только на «Спорт-ФМ». «Спорт-ФМ» 100% футбола. 100% футбола на «Спорт-ФМ». Меня зовут Сергей Курманов. Сегодня, напомню, в 20 час 45 минут баталия в Брюсселе на Констант-Ванденсток. Андерлехт-Ростов. 20.45 по Москве на «Радиоспорт». Для вас этот матч «Спорт-ФМ», разумеется, для вас проведут этот матч Роман Вагин и Александр Боярский. Обязательно оставайтесь вместе с нами и послушайте, как это будет, как это будет выглядеть и звучать. Что касается дальнейших событий, завтра, напомню, «Спартак Айек» и завтра «Краснодар-Беркиркара». Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. «Краснодар» пока великолепно смотрится по ходу старта сезона. Это касается и первой битвы на Мальте, это касается и первого матча в рамках российской футбольной премьер-лиги. Завтра, напомню еще раз, «Краснодар-Беркиркара». Игра будет крайне интересной. Ну и что касается возможных вариантов, шансов, раскладов, то вы не ошибетесь, если будете рассчитывать на то, что в этом матче будет забито много мячей. В частности, букмекерская компания «Винлайн» указывает на то, что в случае наступления трех голов коэффициент будет 3,77. Очень неплохие цифры. Советую вам внимание на них обратить. Ну и, разумеется, ждать от «Беркиркары» чего-то невероятного, чего-то сверхъестественного в плане сенсации вряд ли стоит, поскольку Краснодар показал в матче первого тура нашего первенства, нового сезона, что команда очень здорово готова физически. Когда было необходимо прибавить, Краснодар прибавлял и действовал на очень хороших скоростях, с которыми не справлялись футболисты, представляющие Томскую Томь. Таким образом удалось победу одержать, победу крупную. К счастью, для хозяев того матча Краснодар выиграл 3-0. И напомню, что в той встрече дважды отличился Федор Смолов и еще в одном случае гол оформил Ари. Таким образом, много забивают подопечные Олега Кононова и действуют весьма-весьма зрелищно. Так что шансов у «Беркиркары» боюсь для болельщиков из Мальты. Возможно, они у нас имеются. Шансов этих очень и очень немного. Еще раз напомню наши координаты. СМС-портал 5533 в начале сообщения слова «спорт». Ну и что касается телефона прямого эфира, то 495-код Москвы 651-0932. Звонить, пообщаемся, пока время соответствующее имеется. Поговорим про Ростов, про Спартак, про Краснодар, учитывая все ваши мнения на сей счет. Что касается завтрашних матчей Лиги Европы, то если брать непосредственно их начало по времени, то они стартуют одинаково в 19.30 по Москве. И завтра вообще колоссальное количество игр будет проведено в Лиге Европы. Встречаются колоссальные количества команд. Лично мое внимание, разумеется, будет приковано в первую очередь, помимо Спартака и Краснодара, к игре Бронбюкерта. Очень напряженное было противостояние в первом этапе третьего коэффициентного раунда, когда Герте удалось один мяч оформить усилиями Видада Ибишевича, который исполнил нечто вроде Шардана Шокери в сборной Швейцарии во время чемпионата Европы по футболу в ворота сборной Польши. Также подача, также удар ножницами с лету через себя. И пускай был небольшой рикошет, все равно гол получился красивый. Что касается завтрашних встреч, что еще на себя примерно внимание может обратить? Хик Гетеборг противостояние с Северной, любопытное тоже весьма для любителей северного футбола. Я думаю, также оно особенное значение будет иметь. Марибор, Абердин, также весьма любопытная встреча Сосуола против Люцерна. Так что будет завтра на что посмотреть и помимо Спартака и Краснодара. Возвращаясь к событиям сегодняшним, учитывая матч Ростова в бельгийской столице, напомню, что у нас голосование продолжается в группе ВКонтакте Спорт.ФМ. По-прежнему, к счастью, большинство наших слушателей верят в то, что сумеет Ростов пройти в следующую стадию и сколеснуться с кем-то из пяти серьезных соперников. Напомню еще раз, если Ростову удастся пройти Андерлег, то в следующей стадии, последней стадии квалификации Лиги Чемпионов, ростовчан будут ждать либо Манчестер-Сити, либо Рома, либо Порту, либо Вильяреал, либо Мюнхен-Глабусская Барусия. Ждем ваших звонков. Разумеется, мы пообщаемся. На эти темы будем надеяться, что вы проявите в этом смысле всяческое рвение. Ну и говоря о шансах Краснодара, Спартака, Ростова, все-таки очень хочется надеяться, что после не совсем удачных выступлений наших команд суммарно в Еврокубках нам удастся пополнить копилку именно для того, чтобы в следующие сезоны было большее количество клубов, которые могли бы попытаться отобраться в основные турнирные сетки ряда соревнований, таких как Лига Чемпионов и Лига Европы. Поэтому Беркер Кару, Аек и Андерлект надо пытаться обыгрывать. В первых двух случаях это необходимо и это обязательная задача для Краснодара и для Спартака. Еще раз давайте поприветствуем московских автолюбителей. Ситуация на дорогах столицы ухудшается, уже в 5 баллов она оценивается. Проблемы имеются на шоссе энтузиастов от МКАД до Советской улицы проезд 59 минут, проспект Мира от Крестовского путепровода до улицы Докукина проезд 54 минуты, на Совикинское шоссе от Южной улицы до реки Чичора проезд 39 минут. Благодарим портал Яндекс.Пробки за предоставленную информацию. Спорт.ФМ. 100% футбола. 100% футбола на Спорт.ФМ. Меня зовут Сергей Курманов. Мы продолжаем обсуждения, связанные с Еврокубками и участием наших команд в них. И у нас на связи из Краснодара корреспондент Спорт.ФМ Антон Снегирев. Антон, приветствуем. Да, привет, Сергей. Привет всем, кто болеет за российский футбол и вообще за футбол в частности. Собственно, сегодня у нас прошла предыгровая пресс-конференция. Олег Курманов уже ответил на вопросы. Ну, а его в Ави-за-Ави, собственно, человек с Мальты и с командой Биркеркара только готовится к этому. Ну, нас, конечно же, больше наверняка интересует, что сказал Олег Курманов. Будет ли завтра играть Краснодар-2 или Краснодар-1, собственно. Будет играть Краснодар половинчатый. Краснодар-2, естественно, в принципе не будет. По причине того, что Олег Курманов никогда, в общем, по большому счету, не делает прямо супер-ротацию, никогда не выставляет даже на матчи, которые, по большому счету, большого значения не имеют в молодежный состав. Поэтому состав будет боевой. Состав будет из тех игроков составлен, кто, в общем, на подходе к основе или в ней уже играет. И главное, что, о чем сегодня сказал Олег Курманов, это, разумеется, завтрашняя игра исключительно для болельщиков. Мы играем для них прежде всего. Соответственно, и результат, конечно же, должен быть положительным. Ой, в общем, понятно, что мы его добились. Но главное, уже сегодня на пресс-конференции задавали, конечно, вопросы по травмированному Марату Исмайлову. Теперь уже точно стало ясно, что выбыло у нас на 2-3 недели из-за повреждения задней поверхности бедра. Будем надеяться, что не на дольше. Очень хотелось бы, чтобы Марат, собственно говоря, помог в команде, конечно же. И, опять же, попытались задать вопрос по трансферам. Олег Курманов так достаточно уклончиво на все ответил, что совсем скоро все узнаете. Но мы, в общем, и так уже предполагаем, что... Знать особенно нечего, да? Нет, будет, будет, скорее всего, все-таки трансфер. Кто будет, неизвестно. И ходят различные слухи, что сейчас «Спартак» с Краснодаром борются прямо-таки за нападающего Витории в туб-бал португальского Андрея Кларо. Но будет ли это он или нет, неизвестно. Скорее всего, все-таки будет, конечно, нападающий. Потому что в свете интереса римского лацуа, кстати говоря, немного, не мало, к Федору Смолу, который, как мы видим, опять начал разряжать свою пушку, вполне возможно, что, в общем, нужен будет, конечно же, запивной игрок. А вычислить, что вот этот Андрея Кларо, собственно, в прошлом сезоне докладило, что 12 голов за не самый известный клуб португальский. Ну, не в самой сильной лиге до конца уж, если быть честным, да? Еще раз, Сергей. Далеко не в самой сильной лиге уж будем до конца честными, правда? Ну, да. Ну, далеко не сильной. Мы знаем, что португальцы умеют ковать кадры, да, собственно говоря. Далеко за примером ходить не надо. Давайте вспомним, кто у нас на данный момент является чемпионами Европы. Да, безусловно. Антон, если позволишь, касаемо обстановки в городе перед матчем, учитывая, что соперник не самый именитый, стоит ли ждать большого количества болельщиков на трибунах? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Но, в общем, в любом случае Краснодар уже настолько влюбил в себя город и, в общем, действительно, и Краснодарский край с твоей игрой, что, конечно, без поддержки однозначно он не останется. Но, я думаю, и учитывая Краснодарскую жару, понимаешь, Сереж, что тут все-таки не 25, как в Москве. У вас 37-то получается, да? У нас 42. О, боже. Это, собственно говоря, как в Ашбаде, наверное, примерно так. В данный момент чуть-чуть температура спала к вечеру, да? Сейчас где-то градусов 35. То есть, можешь себе представить, в каких условиях, в общем, придется играть и придется сидеть на трибунах. Это все-таки еще пока не стадион Краснодара, где обещают, что прям все будет супер-пупер по-европейски. Там действительно очень жарко, поверь мне, и народ, конечно, по большей части, скорее останется под кондиционерами. Тем более, что и матч, ну, уж положа руку на терце, будем относить его к разряду тренировочных. Но, как показывает ситуация, связанная с нашими командами, участвующими в квалификации разных турниров, не всегда все так сладко и прекрасно совершенно. Спасибо большое. Мы говорим Антону Снегиреву, нашему корреспонденту в Краснодаре, который готовится, в том числе, и к завтрашнему матчу Краснодар-Беркеркара. Да, ну и мы, разумеется, будем ждать, что наши команды сумеют победы одержать. Что Ростов сегодня в гостях, это касается... До Олимпийских игр осталось два дня. А до программы ТОП-СПОРТ 15 минут. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Ну а что касаемо того, что будет через буквально 10 с небольшим минут, Алексей Золин в программе ТОП-СПОРТ будет обсуждать ситуацию с условиями проживания наших спортсменов в Рио-де-Жанейро, поскольку имеются различного рода шалбы на это. Ну и будет соответствующий вопрос про условия, в которых вы готовы жить ради того, чтобы попасть на тот или иной турнир. Ну а в 20.00 гостем программы ТОП-СПОРТ будет заслуженный тренер России Ренат Саярович Белелединов. Не пропустите ничего из этого. Оставайтесь вместе с нами. Ну и давайте все-таки закончим общение касаемо Краснодара и Беркиркары. Тем более, что у нас имеется свежая информация с пресс-конференции, которая состоялась сегодня перед этой встречей. И в особенности то, о чем говорил наставник Краснодара Олег Кононов. Прямая речь Первая цель это завтрашняя игра. Задача выиграть. Задача сыграть хорошо. Конечно, победить. Самое главное, любой кубок ставит сразу же основную задачу, успешно пройти много игр и выиграть его. Поэтому это или Лига Европы, или же это Лига Чемпионов, или Кубок России. Каждая команда и каждый тренер всегда ставит такие задачи. Все будет зависеть, конечно же, от нашего состояния, в каком мы будем физическом состоянии, в каком будем психологическом. Ну и, конечно, что касается игроков, чтобы все игроки были здоровы. Ну и жребий, то же самое. Мы также смотрим, какие команды попадаются и, конечно, также настраиваемся и будем настраиваться для того, чтобы победить. У нас полноценный состав и у нас нет разделения на основные игроки, не основные. И завтра выйдут те игроки, которые сегодня хорошо проведут тренировку и после тренировки я уже буду делать выводы, кто будет принимать участие с первых минут. Ну, Марата, есть небольшое растяжение, это он не так будет долго пропускать, мы надеемся. Две, максимум по неделе, я думаю, что Марат вернется в строк. Кто будет заменять? У нас достаточно мощная группа полузащиты. Не думаю, что какие-то проблемы могут возникнуть. Каждый с футболистов рвется играть и заявить себе. Погодные условия влияют на характер игры. Когда жарко, когда душно, конечно, здесь мы можем видеть не такие, возможно, быстрые действия футболистов. Соответственно, конечно, игра тогда может не так быстро смотреться, как если играть в дождливую погоду. Поэтому, конечно, мы делаем определенный акцент, какая будет погода. Но я не могу сказать, что это влияет на нашу в первую очередь игру, что касается настроя и что касается тактического ведения. Это был Олег Кононов, главный тренер Краснодара, который рассказал о планах, о том, что происходит с командой сейчас перед завтрашним матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Беркеркары из Мальты. Нам наш коллега Антон Снегирев из Краснодара сообщил, что состав будет половинчатым, хотя сам Олег Кононов не собирается делить футболистов, которых он использует чаще всего в основе своей команды и тех, кто чаще всего выходит со скамейки запасных на основные и не основные. Правда, если быть до конца честным, различия между основой Краснодара на игру против Беркеркары первой игры и в матче против Томи домашнего различия не очень велики, надо сказать. И в этом контексте, конечно, будет любопытно посмотреть на сменщиков, на тех, кто и в гостях, и дома в двух последних матчах оставался в резерве. Это касается и Петрова, пожалуй, и Мартыновича, и многих других, которые обрели статус резервистов. В целом, конечно, большая потеря это Марат Измайлов. К счастью, он травмировался не на большой срок, поскольку, я думаю, многие из вас оценили игру этого футболиста, который вернулся в стан Краснодара вновь после небольшой паузы в своей карьере. И Марат очень здорово смотрелся на протяжении всего матча против Томи. Еще раз напоминаю, смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Спорт». Что касается телефона прямого эфира 495 код Москвы 651-0932 будем с вами общаться в концовке этого часа на тему и Ростова с Андерлектом, и Спартака с Айком из Ларнаки, и Краснодара против Беркиркары. Еще раз повторюсь, мы ждем всячески побед от всех трех команд и прохода всех трех команд в последний раунд квалификации перед основной стадией Еврокубка. Вновь приветствуем московских автолюбителей. Ситуация на дорогах столицы ухудшается, уже 6 баллов, именно так она оценивается. Проспект Мира от Крестовского путепровода до улицы до Кукина, проезд 46 минут, на Савихинское шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича, проезд 44 минуты, третье транспортное кольцо, внутренняя сторона от Нижегородской улицы до Волгоградского проспекта, проезд 31 минуты, на Савихинское шоссе от проспекта Жуковского до Ивановского шоссе, проезд 29 минут. Благодарим портал Яндекс.Пробки. Спорт-ФМ Сто процентов футбола Сто процентов футбола на Спорт-ФМ Меня зовут Сергей Курманов и я приветствую в прямом эфире Теску. Сергей, здравствуйте. Сергей. Чао, Сергей, здравствуйте. А, слушаю вас. Сергей, громче. Да, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос хотелось бы узнать у вас, как вы видите по защиту Спартака, когда выздоровеет Ромова или наберет кондиции Ферланда. Так. Второй вопрос заключается, вот, хотелось бы вспомнить позапрошлый сезон, когда Дмитрий Оленчев на матче ССК выставил дубль и все его хаяли, что он не по спортивному принципу играет, почему бы не выставить на матче Беркеркара и Касандару основу, чтобы пришли там побольше болельщиков и к этому относитесь. Спасибо. Спасибо, Сергей. Быстренько. Касаемо Ромула, Фернандо. Я думаю, что футболист, который по многим показателям был лидирующим на своей позиции в итальянской серии А и я думаю, что покупается именно под основу при всем уважении к Ромулу, который довольно много в своей жизни травмировался. Что касается Дмитрия Оленичева, касаемо дублирующего состава, нам уже Антон Снегирев, наш коллега из Краснодара, сообщил, что состав будет, ну, полуторный, половинчатый, как хотите так называйте. Будут игроки основные, будут те, кто в основном привык с скамейки запасных на поле выходить. Все-таки в Краснодаре Сергей, у меня по поводу Спартака тоже вопрос. Не кажется ли вам, что Паршевлюк и Макеев посильнее будут и, допустим, этого Камбарова и Ещенко? Ну и, конечно же, желаю Ростову сегодня удачи. Пусть, ну, покажут хорошую игру и, конечно же, победы от Спартака и от Ростова жду сегодня. Спасибо, всего доброго. Спасибо большое, Денис. Мы все желаем победы Ростову и выхода в следующую стадию квалификации и клики чемпионов. Паршевлюк, Макеев, Ещенко, Камбаров. Вы знаете, у нас чемпионат все время назывался турниром российских крайних защитников. И я, честно говоря, особого преимущества у одних над другими признаться честно не наблюдаю. Другое дело, продолжая разговор про Спартак и крайних защитников, другое дело, что форма Паршевлюка и Макеева и их уровень выступлений Дмитрия Оленичева Оленичева всячески не устраивали в прошлом сезоне, особенно в концовке, поэтому нет ничего удивительного, что наставник красно-белых решил поменять одних на других. Насколько Ещенко сильнее Паршевлюка и насколько Камбаров безоговорочно сильнее остальных претендентов на позиции слева в обороне, нам еще только предстоит узнать по ходу ближайшего предстоящего сезона, который недавно стартовал. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 495-651-0932. Никита Михайлович, здравствуйте. Сергей, во-первых, удачи Курбану Бикиевичу с Ростовом. Краснодар и Спартак, они должны такие клубы проходить. Если они эти клубы не проходят, я не знаю, зачем тогда им футбол играть. И у меня вопрос к вам будет насчет Валерия Газаева. Вот сейчас Газаев выдвинул свою кандидатуру на пост президента футбольной федерации. РФС. Скажите, пожалуйста, будут ли ему помогать деньгами или будет у него точно так же, как и было у Толстых? Благодарю я вас. Ох, спасибо большое за вопрос. Насчет помощи финансовой, вы знаете, когда выдвигается кандидатура на такой пост, наверняка уже строго определено, кто будет инвестировать в эту компанию предвыборную, как это все будет выглядеть. Наверняка какая-то помощь последует, тем более фигуры равноценной Валерия Газаева в нашем футболе очень сложно найти. Это в первую очередь. Поэтому я полагаю, что у Валерия Георгиевича есть четкое понимание того, куда двигаться, как пытаться все изменить. А уж насчет того, получит ли он поддержку со стороны людей, во многом ответственных за происходящее и в нашем футболе, да и вообще в российской действительности. Вы знаете, это очень сложный вопрос, просто потому, что очень сложно забраться в голову к тем, кто свою симпатию выражает, либо не выражает в отношении тех или иных людей. Я признаюсь честно, с большой симпатией именно к Валерию Георгиевичу отношусь и желаю ему всяческой удачи. Будет любопытно познакомиться с его программой, с которой он будет идти на эти выборы. Еще раз можно с вами пообщаться, у нас небольшое количество времени имеется. Телефон прямого эфира 495-6-5-10-9-3-2. Ну и быстренько подводим итоги голосования, которое было в нашей группе ВКонтакте. Напомню, мы пытались выяснить, верите ли вы в выход в следующую стадию Ростова и в итоге 61,6% наших слушателей сказали, что да, они верят в то, что Ростов сегодня сумеет победу над Андерлектом в гостях одержать и таким образом пробиться в финальные сито отбора перед групповым этапом Лиги Чемпионов. Ну а на сегодня я, пожалуй, попрощаюсь с вами. Спасибо всем огромное, кто участвовал. Для вас работал на 100% футбола Сергей Курманов. Всем удачи, все сегодня болеем за Ростов.